Дорогие зрители, всем большой привет! Сегодня хочу с вами поделиться замечательным, на мой взгляд, рецептом, как сохранить свеклу на зиму. Если у вас нет погреба и у вас очень хороший урожай свеклы, но вы хотите ее сохранить на зиму, то предлагаю вам вот такой вот рецепт. Свеклу нужно помыть, отварить. Я это сделала на ночь и оставила свеклу в кастрюле остывать. Предварительно нужно слить воду. Оставляете ее остывать и на утро она вот так вот легко, как я сейчас вам показываю, нужно почистить. Воду не нужно ни солить, ни перчить, ничего. Просто отварить до готовности. Лучше для этого рецепта брать свеклу маленького размера, либо среднего. Если свекла будет большая, тогда ее можно будет на 2 части или на 4 части разрезать, для того, чтобы комфортно поместить ее в банку. Я банки брала такие, знаете, бочковидные. Мне кажется, в них свекла лучше всего помещаются, но вы берите те, которые вам комфортны. Можно 2-литровые, 3-литровые брать. Все зависит от того, сколько вы за раз ее используете в пищу. Еще такой момент, друзья. Я банки всегда в любом случае стерилизую, даже если у меня потом будет стерилизация этой консервации в кастрюле. Потому что я всегда переживаю, чтобы потом все это не взорвалось, не вздулось, не закисло и так далее. Поэтому вы делайте, как вам удобно. Но я банки и крышки предварительно обязательно простерилизовала. Банки я постаралась наполнить по максимуму, насколько это возможно. Но тем не менее, не старалась очень сильно ее утрамбовывать. Все-таки без фанатизма. Боя. Боя. свеклу в банках мы будем стерилизовать в кастрюле на дно кастрюли нужно положить полотенчика чистая обязательно я кладу вот такие вот одноразовые нетканные две салфетки дальше ставлю банку заливаю в банку кипяток и также кипяток наливаю уже в кастрюлю до плечиков банки ячая вода заливается в кастрюлю именно горячая для того чтобы банка не лопнула если у вас в банке будет горячая вода в кастрюлю вы нальете холодной то банка может треснуть и так после того как вы поставили кастрюлю на огонь и вода в кастрюле начала кипеть засекаете минут 15 после чего уже банку закатывать нужно если у вас баночки небольшие то можно стерилизовать их 10 минут после банки убираю под плед переворачиваю вниз крышкой и так они под пледом стоят у меня до полного остывания на следующий день я банки уже убираю в шкаф на хранение повторюсь банки можно хранить при комнатной температуре то есть никакой погреб не нужен ну в погребе конечно тоже можно хранить такую свеклу можно использовать в любые салаты и селедку по шубы винегрет просто натереть на терке если вам понравился этот рецепт пожалуйста поставьте пальчик вверх этому видео подписывайтесь на мой канал а мы увидимся с вами совсем скоро до новых встреч и всем пока пока